Два культурных события сразу отметила общественность Северной Осетии, десятилетие детского ансамбля «Бон Варнон» и 50-летие его бессменного руководителя Алана Бирагова. Поздравить с юбилеем приехали гости из соседних дружественных республик. Аджарский, Девичий, Горский, на сцене Дворца культуры «Металлург» было жарко. Репертуар знаменитого коллектива пополняется каждый год. Фольклоры древней традиции позволяют отыскать и воплотить нестандартные идеи для новых постановок. На подготовку одного из танцев по мотивам народного сюжета порой требуется около полугода. Старшие наши танцевали, и они какие-то нестандартные движения выполняли. И после я подошел и спрашивал, что это такое. Они говорят, что раньше мы так развлекались, что разными движениями хотели запутать своего визави, который вместе с тобой вступает в спор во время танца. И вот здесь мы на этой базе, когда эта идея пришла, уже сделать такой танец. Раз такой танец использовали наши предки, мы решили тоже это осуществить. Все три поколения детского ансамбля, от самых маленьких и до выпускников, отметили день рождения зажигательными выступлениями. Арсен Куциев в Бонварноне с самого основания коллектива. Помимо двух юбилеев на сцене, он отпраздновал и свое совершеннолетие. Я не хотел заниматься танцами, и меня отправила мама в ансамбль Бонварнон. И руководитель, он заставил или как, что я полюбил танцы. Он внушил мне, что танцевать это хорошо, красиво. И руководителю я пожелал бы, конечно же, долгих лет жизни, здоровья. Уже ему 50 лет, я хочу с днем рождения его поздравить. Чтобы его ансамбль процветал всегда, чтобы всегда в городе, вообще во всей России, в мире всегда говорили, отзывались только хорошо об этом коллективе. Бонварнон всегда любили не только в нашей республике, но и далеко за пределами Кавказа и России. Танцевальный коллектив выезжал на различные фестивали в Турцию, Украину, Белоруссию. И где бы ни был ансамбль, он всегда достойно представлял республику.